Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На улицах Ульяновска ограничат стоянку и остановку, на УАЗе сокращают сотрудников. Между Ульяновском и Крымом наладит логистический коридор. Российский инвестиционный форум открылся в четверг в Сочи. За два дня его участники подпишут пять сотен соглашений на 800 миллиардов рублей. Подобное мероприятие, по словам экспертов, в эпоху санкций способно привлечь много инвестиций в Россию и стимулировать ее экономику. Не стало исключением и Ульяновск. Областной делегации удалось заключить сразу несколько крупных контрактов. Российский инвестиционный форум в Сочи – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Делегация от Ульяновска прибыла на мероприятие с четким планом подписать сразу несколько крупных соглашений. Одно из них было подписано с индийско-британской компанией, занимающейся изготовлением лекарств. Около трех лет назад инвесторы уже построили один завод в Тверской области. На этом не остановились и начали поиск новой площадки. В Ульяновске инвесторам предложили самые выгодные условия. Планируем выпускать где-то 50 наименований препаратов, из них где-то 20 будет в онкологии, а остальное – это общая категория. Завод расположится в промышленной зоне Заволжья. Объем инвестиций превысит 900 миллионов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест. Еще один завод будет построен на базе Димитровградского автоагрегатного завода. Речь идет о производстве пластмассовых игрушек белорусской компании «Полесье». Объем инвестиций оценивается в 200 миллионов рублей. Проект предусматривает возведение нескольких объектов – производственного цеха, цеха сборки и двух складов для полуфабрикатов и готовой продукции. Я думаю, что все жители, наверное, сталкивались с этими игрушками, потому что они очень представлены на рынке. Это очень хорошие, безопасные по качеству игрушки. И они уже хотят в 2020 году начать производство в Димитровградском автоагрегатном заводе на площадке. Делегатам удалось наладить логистический коридор между Ульяновском и Республикой Крым. Республика Крым у нас планируется как площадка для бункирования и дальнейшей сельхозпродукции из Ульяновской области в страны Ближнего Востока, конкретно нашими партнерами Республики Иран и Ирак. Проектом предусмотрены инвестиции в Ульяновский речной порт, через которые будут проходить грузовые суда, сельхозпродукции и строительными материалами. Из Ульяновской экспортные продукты отправятся через Черное море в страны Ближнего Зарубежья. Новые участники появятся и в портовой особой экономической зоне. Российское предприятие «Стеклонит» будет производить крупногабаритные изделия из полимерных композитных материалов для отрасли альтернативной энергетики и суда и машиностроения. Сегодня по всей России отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В семьях многих ульяновцев есть те, кто принимал участие в Первой войне с мировым терроризмом. Советский Союз, выступивший в этот момент гарантом мировой стабильности, вел ее 10 лет. За это время погибло больше 15 тысяч человек. Как отметили 30-летие с ее окончания, расскажет Павел Половов. Сегодня вся страна отмечает 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В семьях многих ульяновцев есть те, кто принимал участие в Первой войне с мировым терроризмом. В памяти о том, что 30 лет назад наши соотечественники перестали гибнуть на чужбине, в Ульяновске прошло шествие ветеранов той войны, родителей погибших и неравнодушных к этой исторической дате гражданских. Мероприятие такого масштаба – новинка для областного центра. Впервые у нас в городе Ульяновске, вот именно на этот день, день вывода войск из Афганистана, прошел БТР и было вот такое шествие. Батальон памяти, оркестр, соответственно, ну и были, соответственно, все участники афганских событий. Вот это событие, это было впервые. И я думаю, оно всем понравилось, и вы видели, что батальон памяти у нас шла молодежь. Молодежь, которая сейчас не безразлична тем мероприятиям, которым и проводится. Региональные и городские политики, чиновники, граждане шли бок о бок, совершенно не делая различий. Общим строем, чтобы отдать дань памяти павшим и почтить живых. Конечно, мы сегодня скорбим по тем, кто не вернулся. Это как День Победы, праздник, но в то же время грустный. И, конечно, стоит отметить, что сегодня отношение к этому событию меняется, к этой войне меняется, и мы ее воспринимаем как первую войну нашего государства терроризм. И благодарим всех, кто в этом участвовал, защищал наше Отечество. Сегодня матерям погибших помогают волонтеры, созданные общественные организации. Сами ветераны стараются рассказать миру о подвигах советских солдат на Чужбине. Да и сами они считают, что еще могут послужить обществу, помочь в воспитании подрастающего поколения. Сегодня 15 февраля, юбилейная дата, 30 лет, как наши ребята вышли из Афганистана. То есть такая дата, ну, как бы в душе, наверное, юбилею каждого. То есть тогда они уходили по 18, сейчас уже сам молодому около 52 лет. То есть тем самым мы подчеркиваем значимость наших ветеранских организаций и ветеранов боевых действий в Афганистане. После них был Северный Кавказ, сейчас Сирия. То есть везде наше общество насыщенное ветеранов боевых действий. Ну, еще от себя поздравляю всех ветеранов боевых действий с этой юбилейной датой. В коллективном сознании локальные войны связаны воедино. Поэтому цветы, собравшиеся, несли не только к памятнику погибшим в Афганистане, но и Чечне. Праздник пустит слезами на глазах, но праздник объединил, напомнил, что мы единый народ, который помнит свою историю. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Уже на следующей неделе за неправильную парковку на нескольких улицах города будут не просто штрафовать, а эвакуировать машины. Табличку работает эвакуатор под знаками запрещающими. Стоянку или остановку уже поставили на улицах Полбина, Робеспьера, Репина и Верхнеполевая. Как заявили в городской администрации, из-за неправильно припаркованных машин снегоуборочная техника не может убрать снег. С учетом того, что очень большое количество транспортных средств, которые жители бросают на зиму, и уже люди начинают парковать во второй, даже в третий ряд, например, на улице Репина, там было принято решение, на этой неделе завершается установка дорожных знаков, где запрещается стоянка транспортных средств в зависимости от того, четное или нечетное число. В соответствии с правилами дорожного движения в период вечерний с 19 до 21.00 разрешается парковка на обоих сторонах улиц, чтобы они могли переставить. И с 21.00 начинается уже следующий день. Работа по наказанию нарушителей начнется через неделю. В здоровом теле здоровый дух считают ульяновские пенсионеры. Силы духа и жизнелюбия позволяют им оставаться в прекрасной физической форме и верить в себя. Участие в больших спортивных мероприятиях лишь подтверждает правильное жизненное кредо оставаться в строю вопреки всему. Подтверждение тому областная спартакиада для людей серебряного возраста. В Ульяновске на территории спортивного комплекса «Заря» проходит восьмая зимняя спартакиада для пенсионеров Ульяновской области. Для этих людей, чей возраст за 60 важна и победа, и участие. Активные пожилые люди, не стареющие душой, соревновались под девизом «Чтобы тело и душа были молоды». В течение дня жюри определяло лучшую команду по трем видам зимней борьбы – лыжной эстафете, деревенскому хоккею и веселой эстафете. В первую очередь, это спорт для нашего старшего поколения. Для того, чтобы они были здоровы, для того, чтобы заряжали здесь энергией, для того, чтобы активно жили, активно участвовали в жизни региона. Не все мечтают о спокойной старости. Для некоторых, наоборот, это самый подходящий возраст для приключений спорта и реализации себя. Вот и 120 участников, членов местных отделений Союза пенсионеров России, уже восьмой год подряд традиционно участвуют как в летних, так и в зимних соревнованиях для граждан старшего поколения. Настрой у нас позитивный. Мы приехали к встрече с друзьями. Мы уже выступаем, вот это восьмая у нас спартакиада, да? Все года мы участвуем в этой спартакиаде. Здоровый образ жизни, занять свой досуг. Как же, здесь и разнообразие, и коллектив. А мы в деревне, что там, одни, бабки, детки. А здесь общество. Эта спартакиада особенная, поэтому здесь нет проигравших. Побеждают дружба, общение и здоровый образ жизни. Грамоты и медали нашли своих героев, а из самых выносливых и сильных представителей серебряного возраста будет сформирована сборная Ульяновской области, которая отправится в Уфу на всероссийскую спартакиаду пенсионеров. Не отстает и от опытных спортсменов и молодежь. В спортивном зале профессионально-педагогического кольжа состоялся зимний этап военно-спортивной игры «Стань героем». Соревнования приурочены к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Они – составляющие проекта «Кузница патриотов». Проект «Стань героем» стартовал в 2000 году. Тогда он проходил только летом. Теперь в игре три этапа. Зимний в спортивном зале, весенний на лестнице Украеведческого музея и летний финал в Кузоватовском районе, в селе Лесное Матюнино. Пока прошел только первый зимний этап. Игра очень популярна среди подростков и молодежи. С 23 января по 23 февраля в Ульяновской области, в частности в профессиональных образовательных организациях, проводится большое количество мероприятий в рамках областного месячника «Геройко-патриотическая и оборонно-массовой работы». Данное мероприятие не является исключением из всех остальных мероприятий, но интерес к нему у детей очень и очень большой. Это мероприятие станет героем. Экстремальная военно-патриотическая игра, военно-спортивная игра со множеством препятствий, со множеством испытаний, соревнований. Состязались 15 команд, как из средних школ, так и из профессиональных образовательных организаций области, где действуют военно-патриотические клубы, набравшему обороты проекту тесно в помещении, но пока зима, приходится обходиться малой площадью. Летом это самое большое, это неделю мы проводим в палаточном лагере, проводим тренировочные сборы и там же соревнования, именно круглосуточно. Летом проводится до 50 испытаний именно за неделю. Это очень много, такие большие. И как раз, что удобно именно летние периоды, там 4 стихии присутствуют. Сейчас мы проводим, пока мы в рамках спортивного зала, но, как вы видели, мы здесь уместили более компактные, самые основные 10 этапов. Сборка-разборка стрелкового оружия, ползание по пластунски, броски на меткость, скалолазание, стрельба, оказание первой помощи пострадавшему, спасение из задымленного здания и другие интересные задания. Наряду с будущими солдатами соревнуются и девушки. Причем многие лучше мальчишек по многим показателям. Я прошла полосу за 4 минуты 0,1 секунда. А сборка-разборка по автомату рекорд 21,44. Слушай, ну а армейский норматив это? 36 секунд. То есть ты лучше, чем солдаты? Получается, да. Те, кто принимал и принимает участие в проекте, готовы ко многим экстремальным ситуациям и в армию попадают отчасти подготовленными. Конечно, как и всегда в спорте, много значит и просто спортивное везение. Тем не менее, итоги зимнего этапа таковы. Первое место – команда военно-патриотического клуба «Победа». Второе место – команда военно-патриотического клуба «Славия». Третье место – команда военно-патриотического клуба «Патриот». Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. На Ульяновском автомобильном заводе сократят 611 сотрудников. Оптимизация не затронет рабочих, занятых в основном производственном процессе и будет касаться только офисных работников. По словам руководства предприятия, им будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях области. По сообщению синоптиков, сегодня вечером в регионе местами ожидается сильный снег и метель. Ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах снежные заносы. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. Хороших выходных!